Температура в Москве, когда было плюс 40, а теперь какое-то время было, даже приближалось к минусу. И также хочу вас поздравить с тем, что наконец-то прошли пожары торфяные, которые были в Подмосковье, и наконец-то дыма в Москве уже нет, и смог как бы рассеялся. Это очень радует. Вообще это было уже в 1972 году, ну было нечто похожее. И москвичи вынуждены были покинуть Москву в связи тоже с торфяными пожарами. Вот это повторилось событием. Надеюсь, что все-таки торфяных пожаров будет меньше. Сегодня мы будем смотреть мультфильм Алексея Евдокимова. Он называется «Холодное дыхание. История призрака». «Начало». На самом деле это не начало, а продолжение, потому что первую часть мы уже смотрели. Это история человека, который живет в зоне, некая чернобыльская зона, Алексей Евдокимов, у которого псевдоним Алекс Степной. Он так рассказывает про свой мультфильм, что эта история похожа на сталкера, и некая зона как бы явно Украина, чернобыльская зона. И там происходят некие мутации с людьми, в результате чего возникают мутанты. Эти мутанты злобные и коварные, они убивают людей. Вот обычно я не показываю такие жестокие мультфильмы в своих передачах. Но на этот раз вот ради интереса решила все-таки продемонстрировать творчество такого плана. Все-таки есть у меня такое нравственное составляющее в отборе мультфильмов, которые приходят ко мне. Я отбираю этот материал. Но я решила на этот раз показать вам такое творчество там, где присутствует игровой элемент, то есть там монстры сражаются с людьми, которые убивают этих монстров. Вообще Алекс, Алексей Евдокимов, сделал этот мультфильм по мотивам игры «Блэйд». Из игры взяты люди, сами персонажи. И анимацию делал сам Алексей. Также из игры взяты монстры и текстуры. Но сюжет, сам сюжет и обработка видео. То есть там состаренная пленка, потом наложение эффектов. Это все работа Алексея. В принципе, интересно. Вот авторская мультипликация – это такая трудоемкая довольно-таки работа. Вот. То есть человек сам, свободный от работы в это время, посвящает себя тому, что вот создает некое творение, которое, естественно, хочет продемонстрировать. Но, к сожалению, почему-то вот нет индустрии того, что вот показывали бы творчество таких вот индивидуальное творчество людей, которые не в студии это делают, а сами как бы по себе творят. Вот. Буду надеяться, что когда-нибудь все-таки все, что делается людьми, оно будет как бы демонстрироваться, показываться. И все творческие начинания будут иметь своего зрителя, находиться свое собственное как бы применение, даже как бы доход. В развитых странах, таких как Голландия, авторская мультипликация приносит очень большой доход. Люди не работают, они просто рисуют мультфильмы. Они сидят дома, у них есть станки. Один человек может рисовать мультфильмы и показывать их на фестивалях, и на этом зарабатывать большие деньги. У нас, к сожалению, такое невозможно. Авторская мультипликация, возможно, только в свободное от работы время, то есть человек приходит с работы во сколько? В 9-8 вечера и вот всю ночь или там вечер делают вот эти вот мультфильмы. И еще суббота, воскресенье получается. Это, надо сказать, героический труд. Вот и поэтому такие авторские мультфильмы стоит посмотреть, что человек как бы посвятил этому времени, просто просидел или дурака провалял, ну или просто посвятил там с другим делам. А вот он решил заняться авторской мультипликацией. Вот. Посмотрите, пожалуйста, комментарий самого Алексея Евдокимова про свои мультфильмы. Предлагаю вашему вниманию очередной фильм серии «Холодное дыхание», который называется «Встреча у костра». О чем этот фильм? Он является прямым продолжением первого, который назывался просто «Холодное дыхание». Сначала вы его могли видеть в одной из прошлых программ, а также он выставляется на ютубе или ютубе вместе с этой серией «Холодное дыхание». Повестует он о начале пути зомби Ленито и сталка призрака, который вызвал провести его по территории зоны. А дабы того не поставил законе его задевавшихся сталкеров. Изготавливался фильм, как и в прошлый раз, бывая таким программом, «Фотошоп», «Адобо Премьер», «3дмак», «Сбраш», «Маджик», «Партикл», «Фэндшоп», «Саундпорш». Ну, вроде как все. В общем, я многотаровал в первую очередь для себя, для души. По-моему, любой человек, который создает, он работает в первую очередь для души. Желаю вам приятного просмотра. Вы посмотрели комментарии Алексея. Я хотела бы сказать, что он живет в Сибири и любит ходить в тайгу на природу и там черпает свое вдохновение. То есть смотрит на природу и, в общем-то, навевает что-то, вот какие-то его мотивы, скажем так. В мультфильме использовались программы «Автор эффект». В основном все сделано в «3дмаксе», а анимация вся сделана в «3дмаксе» и вручную, то есть по ключам. Музыка группы «Космодерум» тоже очень интересная музыка, которая использовалась в мультфильме. Эффекты, опять же, автор-эффектовские, то есть там состаренная пленка, горящее пламя, потом еще дождь, которые вы увидите в этой серии тоже интересные. Единственное, что как бы там такое спорное с нравственной точки зрения, так это убийство как бы людей и нападение монстров, которые я лично не приемлю, но сейчас, к сожалению, такое общество, оно привыкло к тому, что везде транслируется убийство, насилие, как бы нравственность вроде бы есть, но она где-то написана непонятно, есть она или нет. Поэтому спокойно воспринимают все сцены насилия, убийства, и это совершенно как бы спокойно воспринимается. Я надеюсь, что никогда это не будет в реальности как бы спокойно восприниматься, хотя убийство животных для пищи считается нормальным. Я думаю, что вегетарианство все-таки гораздо лучше как бы с нравственной точки зрения и более человечное и гуманно, чем потребление мяса в пищу, потому что если ценность жизни не присутствует, то значит и человек, можно убить животное для пищи, можно же убить и человека. То есть никакой разницы нет. Если живое существо можно убить, то неважно, человек это же или там курица или еще баран. То же самое в религиозных целях убиваются много баранов. Вот мне тоже непонятно, где тут нравственность, где мораль и в общем-то благость Господа, причем тут вообще жертвоприношение. Но это неважно, это все, скажем так, отход от темы. Посмотрите мультфильм «Холодное дыхание. История призрака». Субтитры деревья Субтитры деревья Продолжение следует... 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 Продолжение следует...